Приветствую вас! Скажите, пожалуйста, что говорит вам ваша интуиция, когда речь заходит о этом мужчине? Вот вы сами, как считаете, хочет ли он с вами энтима или просто общение? Я, пожалуй, постараюсь ответить вам на вопрос сперва. А потом дам некоторые комментарии по поводу всего вашего текста, ну, потому что, мне кажется, это уместно здесь. Значит, как проверить, чего хочет этот мужчина? Вряд ли у вас получится проверить подробное, ну, скажем так, легальным способом. Вряд ли у вас получится проверить то, какие намерения у мужчины, опять же, легальным способом. Легальным, в том плане, я имею в виду, говоря легальным, я имею в виду здесь именно так, чтобы вы не нарушали свою вот эту вот установку не изменять своему мужу. Я вот этим в виду, на всякий случай, решил уточнить данный момент, потому что, мне кажется, он важен. Вообще, конечно, если вы не хотите доводить до непосредственного уже дела, то есть, если вы не хотите, чтобы, да, допустим, чтобы мужчина был уже прямо вот перед вами, если вы не хотите этого, или, например, опасаетесь, что он может применить к вам грубую силу, например, или что-то в этом роде, если вы всего этого опасаетесь, то, конечно, имеет смысл не доводить до подобного. И я рекомендую вам при условиях соблюдения конфиденциальности вашего разговора, например, с музем, напечатать мужчине о том, что он вам нравится, что вы его, например, у вас есть к нему желание, ну и так далее, так далее, так далее. И вы увидите, насколько человек готов вступить с вами вот в эту самую связь, о которой вы говорите. Конечно, вы можете сказать нет, что вы, Андрей Владимирович, я не буду так делать. И я вас прекрасно понимаю, я прекрасно понимаю, что вы можете этого не хотеть, и это, в общем-то, нормально. Но по-другому проверить намерение его, помимо только того, вот, чтобы оказаться с ним непосредственно в одном помещении, и мне не представляется возможным, но разве что только, если вы косвенно как-то с ним будете разговаривать и выяснять то, что он, собственно, от вас, например, хочет. Но это еще не факт, что он скажет вам об этом на словах. Поэтому здесь уже, конечно, зависит от того, насколько вы доверяете друг другу, насколько вы взаимодействуете активно с ним и так далее. Но, как я понял, ваше сообщение сейчас, оно имеет достаточно серьезные затруднения, вследствие того, что человек, ссылаясь на работу, отказывается с вами, значит, общаться. И я полагаю, что это поведение, ну, как минимум, на мой взгляд, оно как минимум странно, это поведение. Потому что, если человек хочет общаться с другим, то он, мне кажется, будет все-таки стараться общаться, и совершенно не важно, где и как будет происходить это самое взаимодействие. Вот. Но, опять же, это, по моему мнению, вы вправе этому самому моему мнению не доверять, поэтому я вам только высказал какие-то вот определенные моменты. Исходя из того, что вы написали, я могу сделать совершенно однозначный вывод о том, что человек, в принципе, не настроен на то, чтобы с вами как-то именно взаимодействовать на предмет именно общения. Потому что, смотрите, он хотел встретиться, он хотел вам больше доверять, причем, как вы понимаете, причин для доверия особо не было, как я понял. Вот. И, собственно, после того, как вы встретились с ним, он тут же начал стремиться перевести ваши встречи именно в более такой, ну, можно сказать, интимный формат, да, в более такой формат активный. И, по моему мнению, это выглядит совершенно однозначно, по моему мнению, выглядит это совершенно определенно, но вы вправе сами, опять же, думать о том, насколько это актуально. То есть, на мой взгляд, никаких доказательств больше того, что человека вы интересуете исключительно как сексуальный объект, не нужно. Но вы, наверное, считаете по-другому. Опять же, если вы считаете, что это нужно проверять, то я полагаю, что здесь, ну, можно только предложить вам это сделать, вот только как вы будете проверять это. Ну, в причем, вариант я вам, да. Что касается комментариев по поводу именно, вот, по поводу того, что с вами происходит, я хотел бы здесь пару слов сказать о том, почему вы вообще хотите причастаться с мужчиной, откуда у вас вот это вот желание причастаться с ним вообще появилось? Хочу я у вас спросить. Если у вас с вашим мужем все хорошо, если у вас с вашим мужем все нормально, если у вас с вашим мужем нет никаких-никаких проблем, если вы со своим мужем взаимодействуете достаточно хорошо, активно, если вы со своим мужем не ссоритесь, если у вас есть подруги, друзья и так далее, зачем вам женатый мужчина, который предлагает вам встречаться на квартире? Ну, согласитесь, для общения это не тот вариант, который обычно можно, например, использовать. И здесь я хотел бы вас спросить о том, насколько вы удовлетворены жизни со своим мужем, насколько вы считаете, что у вас там, например, все получается, насколько вы считаете, что у вас все здорово, что у вас все хорошо и нет никаких проблем. Вот я полагаю, что об этом вам стоит подумать и обязательно прийти к какому-нибудь решению, ну, просто потому что это очень важно и напрямую зависит, как бы, от того, напрямую влияет на то, как вы будете себя вести в дальнейшем. и с этим мужчиной, в частности, вот с которым вы сейчас находитесь в таких вот непонятно каких отношениях, да, и с точки зрения ваших взаимоотношений с вашим мужем, с которым вы тоже находитесь в определенных отношениях, ну, каких-нибудь и так далее. Вот это все, на мой взгляд, нужно вам обязательно подумать там. Ну, как правило, когда у человека все хорошо, он не будет, он не станет искать общение, да, где-то вот у такого рода субъектов. Вот. И слово субъект здесь я употребляю исключительно в терминологическом смысле, то есть без какого-либо негативного подтекста. Вот. Проверять человека, значит, его провоцировать. То есть вот как проверить человека, да? Человека можно проверить только, если создать ситуацию, когда он может проявить свою активность. То есть проявляя активность, то вы уже по сути создаете некие такие условия, некие предпосылки для того, чтобы изменять своему мужу. Я полагаю, что если вам это не подучает, если вам это не нравится, то мне кажется, что будет лучше. Будет лучше, если вы и не будете в это ввязываться, а мы не скажем, что если он хочет с вами общаться, то пусть общается вот так вот в соцсети, как раньше, пусть в кафе где-нибудь и так далее, на квартире встречаться с женатым мужчиной, вы не хотите, вы считаете это, ну, например, как это скажем, неприемлемым для себя, например, или для него тоже и так далее. Я рекомендую вам поступать именно так, ну, а как именно вам поступать, вы, я полагаю, уже решите сами. Просто хотелось бы, чтобы вы принимали решение, исходя именно из того, что вам важно, и если есть какие-то проблемы в семье, то эти проблемы в семье только стоит попробовать решить. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас вопросы остались дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и удачного вам разрешения данной ситуации.